Семья Счастливая семья решила прогуляться по аллее и насладиться общением на свежем воздухе. Влюбленная пара всегда старается видеть счастье в простых вещах. Я считаю, что день семьи должен быть, он обязательно необходим и не один раз в год, как минимум хотя бы раз в месяц, а еще лучше каждую неделю по выходным напоминать о том, что есть родители, есть дети, есть братья, сестры. Карим Мутурганов тоже старается как можно больше времени проводить с близкими людьми. Знаменитый фокусник научил своих детей чтить семейные традиции. Я считаю, что у каждой семьи должны быть какие-то традиции добрые. У нас, например, мы стараемся обедать и ужинать все вместе. Причем не только наша семья, еще и родители наши приезжают. Мы стараемся ходить в кино, проводить чаще вместе время. В принципе, вот такие они классические традиции, которые только сближают семью и делают крепко. А теперь немного предыстории. Мурат и Олеся познакомились три года назад. Сначала между ними завязалась дружба, а потом она незаметно переросла в самую настоящую любовь. Сегодня известная пара Казахстана воспитывает сына Майкла и гордится тем, что в их отношениях царят взаимопонимание и поддержка. Мурат уверен, что семья – это главное достижение в его жизни. Все успехи, по моему опыту, это все, конечно, все заслуги моей семьи. Все, что я добился, это благодаря тому, что мы очень сплоченные, очень крепкие, любим друг друга. Всегда во всем поддерживаем, в трудностях, в каких-то успешных проектах. И поэтому очень важен этот День семьи в Казахстане. Здорово, что он есть, я считаю. День семьи был учрежден в Казахстане в 2013 году. На сегодня он занял достойное место среди других праздников в нашей стране. Ведь от того, насколько крепкие основы семейных ценностей в современном обществе, зависит будущее нашего государства. Анна Устинова, Роман Ван Жанакун. Доброе утро! На календаре 9 сентября, пятница, конец рабочей недели. Мы по вам уже успели соскучиться, и нам не терпится поделиться свежайшими новостями. Специалисты из Варшавского университета создали самого маленького в мире робота, размером всего в несколько сантиметров. Он способен в точности воспроизводить движение гусеницы. Зачем, спрашивается? Ладно. Несмотря на столь скромные габариты, робот способен преодолевать препятствия и переносить на себе груз в 10 раз превышающий собственный вес. Пока разработчики находятся только на начальных этапах развития таких микроустройств. Тем не менее, такое изобретение будет полезным для конструирования элементов питания. Какие еще новости поразили весь мир своей масштабностью и неординарностью, мы узнаем прямо сейчас. Целый год шестеро ученых жили в специально оборудованном модуле НАСА на одном из гавайских вулканов. И вот, наконец, миссия подошла к концу. Главная цель этого эксперимента — выяснить, какие неожиданности могут поджидать астронавтов будущего во время продолжительных экспедиций на Марс. Участники проекта должны были заниматься повседневными делами, не покидая модуль. Выходить за его пределы они могли лишь в скафандре и полной космической экипировке. К слову, это самый продолжительный на сегодняшний день эксперимент по длительному проживанию в условиях полной изоляции. НАСА провели его совместно с Гавайским университетом. Яркие костюмы, причудливые колесницы, зажигательные ритмы и всеобщее веселье. В Токио прошел 35-й ежегодный карнавал самбы. Фееричное шоу по традиции прошло в одном из главных центров развлечений в районе Осакуса. Посмотреть на праздничное шествие пришли 500 тысяч зрителей. Как говорят организаторы, карнавал в Токио отражает тесную связи страны восходящего солнца с Бразилией, где живут почти полтора миллиона потомков японских переселенцев. В финском городе Оулу прошел 21-й по счету чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Музыканты должны были изобразить игру на инструменте под аккомпанемент двух композиций. Первую мелодию конкурсанты выбрали на свое усмотрение. Второе музыкальное творение участники состязания слышали впервые. Сам номер длился ровно минуту. За столь короткое время мужчины и женщины успели в полной мере продемонстрировать актерское мастерство. Но в финал вышли 15 участников. По окончанию чемпионата больше всех ликовал музыкант из США Мэтт Бернс. Ведь он одержал победу. В награду ему досталась настоящая гитара. Серебро досталось гостям из Москвы. Кстати, Кирилл Блеменкратс был чемпионом этого конкурса в 2015 году. Группа разработчиков из Японии представила прототип своего лунохода для участия в конкурсе. Разработанный аппарат очень компактный, около полуметра в длину и 36 сантиметров в высоту. Весит он всего 4 килограмма. Его корпус изготовлен из новейшего углеволокна, что максимально облегчает конструкцию и придает ей жесткость. Отметим, что бороться за первое место будут 16 команд из США, Италии, Малайзии, Японии, Китая и не только. По его итогам команда, которая создаст лучший аппарат, получит премию в денежном эквиваленте. Победитель турнира будет определен в следующем году. 84 года назад был образован старейший национальный театр Казахстана. Ныне он известен как Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии. В 2005 году в Астане были открыты первые национальные молодежно-дельфийские игры Казахстана. Это культурный форум, объединяющий все виды искусств, от классического до современных жанров. Три года назад Казахстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Чем еще запомнился этот день миру, узнаем прямо сейчас. В 1942 году именно в этот день родился Душан Ду Кенбай, писатель. 47 лет назад в Канаде вступил в действие языковой акт, провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны. В 1933 году в Москве и Ленинграде было создано детское государственное издательство. Активное участие в его организации и работе приняли писатели Максим Горький, Аркадий Гайдар и другие. 124 года назад американский астроном Эдуард Барнер открыл спутник Юпитера, который был назван Амальтеей. В 2015 году фильм известного казахстанского режиссера Ермека Шинарбаева «Голос степи» вошел в конкурсную программу 10-го международного кинофестиваля «Евразия». Два года назад в этот день состоялась торжественная церемония открытия 10-го азиатского конгресса нейрохирургов, в рамках которого обсуждались новейшие технологии и опыт в сфере нейрохирургии и неврологии. Три года назад на казахском языке в Петропавловске вновь начал издаваться литературно-художественный и общественный политический журнал «Махжан». Цифра 9 очень похожа на число 6 и, возможно, даже обладает некоторыми его свойствами. А вот о чем гласит нумерология, нам расскажет Айсулу Ахимова. Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре сегодня пятница, 9 сентября 2016 года. Цифра дня по нумерологии – 27, а цвет дня в аксессуарах либо в одежде приветствуется во всех белых и молочных оттенках. Отличный день для получения новых знаний. Чтение книг у детей особенно приветствуется. Отдавайте также детей сегодня на различные обучающие курсы. Сегодня очень хорошо стричь детей. Это будет способствовать в будущем усвоению информации и логики. Сегодня также день открытия и принятия новых идей и решения в различных вопросах, инновационных сферах. Постарайтесь поменьше сомневаться и избегать мнительности. Очень важно верить в себя и свои возможности. А вечер хорошо провести с детьми и близкими. Всем вам удачного дня и хорошего настроения! Совсем скоро телеканал Хабар запускает в своем эфире самый большой масштабный республиканский танцевальный проект под названием «Беле Казахстан». Шоу подобного рода впервые реализуется во всем Центрально-Азиатском регионе. Все самое интересное о проекте «Беле Казахстан» вы узнаете из материала наших коллег. Прямо сейчас давайте посмотрим. 25 сентября на телеканале Хабар стартует масштабный танцевальный проект года «Беле Казахстан». Это франшиза популярного британского шоу «So You Think You Can Dance». На отечественном телевидении такого рода конкурс покажут впервые. Поэтому жители нашей страны с нетерпением ждут его начала. Новый проект обещает быть по-настоящему зрелищным. Ведь участники покажут все свои эмоции и переживания в танце. Право судить конкурсантов возьмут на себя профессиональные хореографы. Среди них есть и приглашенные гости из других стран. Одна из них – хореограф из Лос-Анджелеса Мария Калатун. Я первый раз в Казахстане. Впечатления у меня позитивные. Мне очень интересна культура. Тем более, что многие участники показывают народный казахский танец, народные костюмы. Я никогда этого не видела. И мне вдвойне интереснее. На данный проект меня пригласили продюсеры главные. Прямиком из Лос-Анджелеса меня выдернули. И очень внезапно, очень быстро пришлось мне принимать это решение. Но я долго не думала, согласилась. Потому что у меня всегда была мечта быть судьей, именно судьей такого танцевального проекта. Кастинг стартовал в Астане и Алматы еще 23 июля. И завершился он 7 августа в Шимкенте. Попробовать свои силы мог любой желающий от 10 до 60 лет. Интересно, что проект дал возможность реализовать свои мечты не только профессиональным танцорам, но и любителям. Причем в любом жанре. А те, кто не смог приехать в эти города, организаторы шоу объявили еще и онлайн-кастинг. Уже сейчас можно говорить о том, что на площадке развернется нешуточная борьба. И только 10 лучших танцоров пройдут в финал. Я жду от проекта хороших впечатлений, новых знакомств, дружбы и опыта. Сегодня я танцевала казахский народный танец, но танцую еще и классические, народные и современные танцы. Какие только танцевальные жанры не увидят зрители. Это и брейк, хип-хоп, страстная бачата, зажигательная сальса, танго, балет и многое другое. Проект дает очень многим артистам, танцовщикам именно проявить себя, заявить о себе и показать свое мастерство на высшем уровне. И мы непосредственно в качестве жюри нам тоже очень ответственная такая роль, чтобы судить этих прекрасных юношей, прекрасных девушек, которые готовились, которые пришли серьезно на проект. И которые хотят поделиться своим счастьем, своей душой со своими зрителями в Казахстане. Ну и естественно показать уровень хореографического искусства в нашей стране. Танцоры уверены, что проект «Беле Казахстан» откроет им невероятные возможности. Безусловно, это масштабное шоу откроет новые имена и таланты. Угадайте, кто сейчас подарит нам порцию отличного настроения? Ну конечно же, это наши балапанчики. Сегодня малыши были как никогда откровенны с нами. Им не терпится поделиться с нами небольшими тайнами, но давайте примем это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он же на руках ходит, вот в колючки вставляет и идет в себя в дом и ест. Медведь 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 ежик Потому он впадает в спячку, а медведи всегда впадают в спячку. Потому что медведи зимные. Потому что зимой им холодно. Бывает такой полярный медведь, он никогда не спит, только летом. Аниматоры Мультики Мама автор Такие разжижоры, они вот так снимают кого-нибудь И вот так дискают, так люгры, и показывают в кино. Потом их рисуют и фотографируют. И у них появляются всякие картинки разные. И потом это все урабатывает, и мультик получается. Группа Мистерионс была создана в 2009 году. Семь лет назад три друга детства Ильяс Харов, Арман Кунербаев и Дильен решили снять клип на песню «Не вместе». И композиция стала хитом. Парни активно принимают участие в благотворительных акциях и занимаются футболом. Кстати, Дильен – автор многих песен трио. Доброе утро, Дильен, Ильяс. Доброе утро. Не полным составом, не в три, а в дуэте сегодня, да? Да, 75. Сколько процентов? 66 процентов. 66. Слушайте, столько новостей на самом деле у вас происходит в жизни. Вы обзаводятся с семьей и женятся. Кое-кто до сих пор холостой в поиске, мы надеемся. И, кстати, мы с Дильеном постоянно это обсуждаем, что у Армана женился, теперь у Армана родился ребенок, да? Не родился еще, но они ждут. Жду, жду, да. Ильяс у нас в июне женился. Поздравляем тебя. Поздравляем, спасибо. А Дильен утверждает, что мы еще долго будем его приглашать на интервью, и каждый раз он будет у нас в холостом статусе. Почему, Дильен? Да я пошу себя, конечно. Какой у тебя настрой? Конечно, я надеюсь, что такого не будет, поэтому я думаю, всему свое время. Поэтому... Ну ты сейчас, пожалуйста, я стану заявить, что твое сердце свободное, и ты, в принципе, в поиске. Я уже устал об этом заявлять. Мы когда группу только создали в 2008 году, нам всегда говорили, вот скажите в интервью, у вас только поклонниц, скажите, дайте им надежду, что вы свободны. Прошу, пожалуйста. Это карма, да, на тебе какая-то такая холостяка. Да, хватит надежды всем, давай. Ну ладно, всему свое время это понятно. Ну пусть Ильяс расскажет про свою избранницу тогда. Я надеюсь, это не будет какой-то анти-пиар для поклонниц. Расскажи, кто она, как вы познакомились? Как свадьба прошла? Наверное, это было какое-то гулянье с кучей звезд, да? Мы с ней договорились, ну, как бы не праздновать, не делать это торжество, свадьбу. То есть все наоборот, да? То есть спокойно просто связали себя узами брака. По-мусульманские, сделали никях. Вот, теперь живем уже вместе. Большие молодцы. Слушайте, творческая жизнь, семейная жизнь, ну, для многих еще пока, может быть, даже нет. Я думаю, одно другому, в принципе, не мешает. Вы же продолжаете в том же составе. Нет никаких перспектив на будущее? Смена, обновление состава, пополнение, кто-то уходит. Нет таких разговоров? Ну, пока нет таких. Наверное, это нормально нашим детям перепереть. Ну, в один из всех коллективов, которые прочно держатся в том же составе, что и начинали вместе, верно? Да, если один кто-то уйдет, мне кажется, группа распадется вожиданно. До такой степени даже. Ну, просто неинтересно будет. Мы начинали же сами это с троем, без продюсера начинали с самого начала. Насколько работаете вообще без продюсера? Нет, ну, были периоды, мы начинали, собирались полностью вместе без продюсера, а потом работали с продюсером. А сейчас? Сейчас без продюсера. И как? Ну, везде есть свои плюсы и минусы. То, что на тебе лежит ответственность за какие-то административные работы, за какие-то договоря, поэтому сложности везде свои есть. А плюсы в том, что ты как бы сам себе хозяин. Ты можешь ни от кого не зависишь. И ни с кем не делишь. Да-да-да. Дилин, мы тебя поздравляем с дебютом в кино. Ну, расскажи, пожалуйста, что это за фильм, когда мы его сможем увидеть? Да, и как ты до него добрался? Добрался? Ой, не спрашивайте. Это, наверное, 101-й кастинг за всю мою жизнь. Я уже отчаивался в какой-то момент, думал, пусть певцы поются, а актеры снимаются, которые учились, обучались на актерское мастерство. То есть ты этого хотел, да? Да, я хотел, меня приглашали. Я даже ходил туда, куда меня не приглашали. Я даже согласен был на вторую роль. И вот так у меня всегда... Я уже на автомате, знаете, пошел просто. Будет, будет, не будет, не будет. И тут взяли, подошел. На главную роль? Ну, это не главная роль. Второстепенная роль, да. Ну, хотя бы... Это уже неплохо, конечно. С чего-то нужно было начинать. Расскажи про этот фильм поподробнее. Фильм – это дебют Армана Десенова, это композитор. Это, во-первых, фильм. Фильм – это наш коллега. Скоро ожидаем предпоказ этого фильма. Поэтому, я думаю, будет очень интересно. Вся страна может совсем скоро наблюдать на большом экране. И, в общем, не судите строго, а судите все-таки. Я думаю, судите строго. У тебя есть серьезный опыт. Ты на всю страну заявила себе, как человек с отличным чувством юмора, с небольшим, но очень внушительным актерским мастерством, который ты демонстрируешь в социальной сети, в Инстаграме. Откуда пришла такая идея и смелость? Это даже не Вайн, это Дабсмеш. Это как это назвать? Пародия или что-то? Вообще сейчас это очень модно, да? Да. Наверное, можно назвать пародией. Ну, просто какая-то мимика просто играла. Не голосом пародия, а именно мимикой. И, знаете, вот эта вот программа Дабсмеш – это, можно сказать, толчок. Или, можно сказать, какой-то трамплин. Потому что все кастинг-директора, они именно вот под Дабсмеша меня судят и приглашают на кастинги. То есть до этого они не знали, что я вообще способен на какие-то... Многие у нас могут в социальной сети с толком использовать. Да, да, да. И, Глен, это получилось. Мы знаем, что вы в ближайшее время готовите презентацию своих новых песен. Изменилось ли направление, жанр, что нового вообще нам ожидать из вашего альбома? Или альбом ли это готовится? Жанр, конечно, не изменився. Вообще, если позиционировать себя... Ну, если, допустим, ринговая, это бэкстрит бойз, вор, да, то же самое бойз-бенды. Там, если его так делить, то наша группа – это, можно сказать, аутлендиш казахстанский. Потому что мы особо и не танцуем синхронно, но у нас песни все такие душевные, которые можно слушать. Есть песни, которые пишут только для коммерческих выступлений, там... Для тоев, да, проще говоря. Либо для тоев, либо для каких-то больших праздников. А у нас песни именно, которые нужно засыпать в наушниках, там, или, которые слушать в машине приятно. Вот, поэтому мы не изменили себе в жанре, и такие же песни скоро выйдут. В нашей сфере, в шоу-бизнесе, с каждым днем появляются... Вот ты сейчас перечислил, это, наверное, достаточно известные популярные бенды. Но с каждым днем появляются группы, к сожалению, быть может, может быть, это рынок серьезно так должен развиваться, группы однодневки. Какой вы можете, например, дать дельный совет на своем опыте? Сколько вам уже лет, кстати, мистер-ионцы? Восемь. Восемь, да? Ну, серьезный стаж, я бы сказал, ребята. Продержаться восемь лет на плаву с одним названием, с одним из же коллективом, причем достаточно успешно идти, люди вас знают, слушают ваши песни. Какой может дать дельный совет начинающим коллективам, которые также вначале соберутся, как и вы, придумывают себе название и уверенно пойдут вперед, думая, что их песни кому-то понравятся и так далее? Что нужно учитывать нынче? Знаете, мы когда начинали, мы ничего не учитывали, мы просто хотели. Я думаю, здесь доля удачи. Мы учились на своих ошибках, наверное, да. Какие ошибки не стоит совершать, да. Самая первая, самая главная ошибка, это, наверное, лень. Лень? Да. Надо всегда не лениться делать, каждый день работать. Вам кто-то помогает в подборе материала, когда создаются новые песни? Кто участвует, кто генератор идей, кто участвует в этом процессе? Есть ли вообще лидер в коллективе? Ну, с самого начала мы договорились, что будем втроем лидерами, втроем будем подбирать музыкальный материал. Кто-то там находит аранжировку, я пишу слова, кто-то там корректирует. То есть мы здесь... Все это как-то командная работа туда происходит. Хотя это неправильно, в коллективе должен быть один лидер, ну, всегда так. Чтобы, я не знаю, какие плюсы там, минусы, но мне сказали, что в коллективе должен быть лидер, чтобы не было споров или ответственности. На каждого должна лежать какая-то определенная ответственность, и каждый должен за это отвечать. Сейчас мы распределили все ответственности. Кто-то ответственный за музыкальный материал, кто-то за телефонные разговоры. Административные. Административные, да. А кто-то еще что-то. Кто-то дома спит. Кто-то дома. У кого-то семья, извините, ребята, мне. Да-да-да. У нас есть приятная традиция. Все наши совершенно гости, которые появляются в программе «Ждакон», ранним утром какое-то от души может быть от сердца пожелания всем нашим телезрителям. Вот подумайте, что бы такого от группы «Мистериум» можно было ранним утром пожелать всем тем, кто сейчас по ту сторону экрана только что, быть может, проснулся. Вот. И безумно влюблен в «Мистериум» с припалом. Мы желаем всем доброго утра. Надеюсь, все проснулись с улыбками, с правой ноги, с хорошим настроением. На улице такая прекрасная погода, поэтому мы желаем вам хорошего дня. Ну и, конечно, не забудьте очень вкусно позавтракать. Это самое главное, мне кажется, для артистов тем более. Дилиен, Илья, спасибо огромное. Мы желаем вам творческих успехов во всем, ну и в семейной жизни в том числе. Пишите новые красивые песни, радуйте нас и всех слушателей, и всех зрителей. Естественно, наша программа тоже подошла к концу. Мы желаем всем хорошего, плодотворного дня. Поднимайте себе настроение. С вами была программа «Жанакун» Алена Петрова. Алан Черкасов. И группа «Мистериум». Всем пока, хорошего дня. Субтитры подогнал «Жанакун» Алена Петрова. 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 Субтитры подогнал «Жанакун» Алена Петрова.